Я сегодня другой в Москву. В целом, может быть, я не изменился с 2006 года и 2007 года. Но умственно я уже не соответствую той памяти, которую могла просто зачитать Трубадура. Я уже забыл свой французский перевод. Вот ли никто я держу еще в своем сознании. А перевод-то нет. И поэтому я записал это на видео. Итак, мы все люди, такие примитивные. А те, кто состарились еще физически, не представляют для этих НЛО никакого интереса. Мне 54 года через несколько дней. 11 мая исполнится. Сегодня 16 апреля 2024 года. И я, чтобы привлечь внимание к тому, что я сумел сделать за свою коротенькую жизнь, я показываю на видео и использую ради эффектов здания швейцарского городка Канте по дороге к Сиону. Красивое место. Естественно, феодальная иерархия не позволяет мне выйти из этого круга рабов, феодальных господ. Мы даже ниже крестьян. Крестьяне имели хоть какое-то поместье свое. А потом, чтобы оправдать свое существование, работали еще на феодалов. А я раб, который ничего не имеет. Абсолютный ноль в финансовом плане. Работать не позволяют, как феодализм. Дипломы ноль. А вот у Иосифа Бродского, их него символа, символа их признанности, у Иосифа Бродского вообще не было образования. Этот человек, который символизируется им, империалистами Запада, как символ борьбы с СССР, вообще даже школу не закончил. Но они приказали, и он занял пост профессора в лучших университетах мира. Естественно, НЛО на нас смотрит, как на животных. Мы мало чем отличаемся от людей, живших в 12-13 веке. во времена мрачного Средневековья. Я ничего не могу сделать, но после смерти я буду сравнивать человеческую примитивность с примитивностью динозавров или так называемого нашего человека разумного время и судьбу. я ничем не отличаю от судьбы пещерных людей. Все готовы были отдать все за лишнюю долю жратвы, за женщин, за уважение к их кланам, восприятиям мира и так далее. я не разделяю нас, людей, отношений от первобытных пещерных людей. Вот мы построили эти коробки, не живем в пещерах, но зависимы точно так же от потока элементарных частиц, от выяснений, от ограничений. Вот сейчас я чуть не упал. Какая-то сила спасла меня, а я мог бы сейчас свалиться, что-то не увидеть на дороге, глядя по сторонам с видеокамерой. Вот эта сила нами и командует. Так какая разница, здесь мы или в первобытном волосатом теле хомуабелиса или даже еще ранее гуманоидов на промежутках между обезьяной и человеком. Кто-то ведь должен там рождаться. А кто-то появляется на свет среди этих инопланетян, которые обладают миллионами мыслей в секунды, как гигантские компьютеры. Чья-то душа обладает этим даром. зачем им общение, зачем поглощение биологической пищи. Они питаются энергией друг друга, их базы энергетической. Как только они отходят от корабля, они умирают. Но если мы переходим границы, навязываем наше общение, пленяя этих индивидуумов единого организма, супер-матки, то они проявляют агрессивность, ту же самую агрессивность, что и обезьяны. Когда люди от лица ученых хотят проникнуть в их организм, когда они еще живы. Для инопланетных существ, посещающих Землю, лучше смерть, чем жизнь в человеческом обществе. Наша жизнь для них хуже ада. Это равносильно тому, что бы наше видение мира сравнить с видением насекомых, даже его насекомых, тех же стрекоз. скорость времени замедляется. Та же секунда, которая для нас всего лишь ах, для стрекоз это целые сутки, час, может быть, не час, может быть, несколько минут, за которые они успевают осознать, где находится добыча, и за доли секунды поймать то, что для человека мгновение, которое даже не в состоянии осознать, перед отъездом из Перпиньяна я вышел на балкон седьмого этажа и с трех сторон увидел в облаках несколько другие формы, напоминающие облака. Они светились разными цветами, желтым, синим, красным, фиолетовым, меняют свои цвета, так необычно. Я хотел получить какую-то мысль от них, то, что я воспринимал в 80-е, середине 80-х годов. Никаких мыслей, полное молчание. То есть смотрели на меня, как на животное в небо боли. Мы же не посылаем мысли, не общаемся с обезьян, с чимпанзе. Как же они со мной? Я мысленно пытался упросить их забрать меня из Перпиняна, чтобы там, в их цивилизации, сделать операцию на мозг, на теле, чтобы сохранить сознание душу мою и заменить эти клетки, которые не соответствуют моим требованиям. то есть первобытные клетки человека, который растерял то, что было у него в детстве, в молодости, потратил на конфликты, на доказательства, что Израиль страна демократическая, только поэтому надо мной издевается. и ту энергию, которая требовалась потратить на философию, продолжение изучения языков того же французского, итальянского, испанского, латыни, окситанского, вся эта энергия у меня ушла на доказательство того, как надо мной издевались. А критерий такой, США и в колониях США могут тебе руки-ноги отрубить, живот зашить, и даже труп твой статус беженца не получит. При этом приедешь из Туркменистана, Узбекистана, начнешь лить грязь на неугодных Соединенным Штатам, и ты беженец, получающий все от правящих господ этого мира, от феодалов. И сказать нечего, естественно для этих НЛО я масса. Им неинтересно давать мне возможность признания. Ибо в калькуляции список аристократов, на которых мир должен обращать внимание, крайне ограничен. Но мне 54 года большая часть жизни прожита. А что касается молодых, которые в том же самом ключе, что и я, людей низшего сорта, на которых власть придержащие ни в России, ни в странах палочной демократии, в кавычках, демократия, не должны обращать внимания. И вот ребята, которым сейчас 18-20 лет, какими бы они не были актерами, писателями, певцами, бардами, сколькими языками не владели. Для них самое важное это понравиться кланам бандитов из США. Европейские языки, тот же французский, ничего не значат. Франция легла под Америку. Я видел девушку из Гаити в автобусе из Перпиньяна в Париж летом 2021 года. А она мне сказала, что никогда не училась в университете английского. Ей языка достаточно, чтобы преподавать английский разговорник в школе. Французский пятый на десятый очень плохо. И у нее есть работа. А меня на работу не берут. И моя вина только в том, что у меня израильское гражданство. Я посвящаю этому всю свою жизнь, чтобы доказать, что это несправедливо. Жизнь проходит. но смеются надо мной. Потому что я потратил все неправильно. Что правильно? Надо было ехать в Россию в 2004 году. Стараться там интегрироваться. Тогда, может быть, я преподавал, имел семью. но вера в наш мир общения колебанием звуков, абстрактного понимания, очень относительного через колебания воздуха. Это колебание воздуха неправильно мне дало мировосприятие. За что я сейчас и отвечаю. И потом это программа каждого заложенная этими цивилизациями, которые себя именовали богами в древности. Здесь в горах я вижу высоко, почти на вершинах ровные линии. Типа вот этих веранд. Они сделаны наверняка не людьми, а этими инопланетными цивилизациями много тысяч лет назад. Я сейчас выйду на другую сторону дороги и покажу эти линии. Они особенно видны в Марсинии на самых вершинах горах. Люди там не имели смысла строить прямые линии, на них что-то выращивать невыгодно. А вот много тысяч лет назад, когда людей вырастили для рабочей силы, для добывания металла, для службы инопланетным искателем нужной руды. Ну, мы почти не изменились. Умом что-то поняли, но биологически не развились. За это время они из разрозненных, человекообразных, разумных превратились в единый организм. А мы типа обезьян из фильмов планеты обезьян даже не подошли к тому уровню, который был у этих НЛО 20 тысяч лет тому назад. Сидим на базе того, что у них реализовывалось 400 тысяч лет в прошлом от нас. А сейчас, кажется, я попытаюсь показать. Снег не позволяет. Хотя, кажется, вот, эти террасы ровные прямые линии, но они покрыты снегом. их надо снимать в Мартини. Они здесь, далеко в горах, они снегом закрыты. Это не людские круг дело. Придется здесь остановиться. Здесь можно видеокамеру поставить. Я хочу запечатать себя, вы видите, свой рост. вот я, Александр Кирияцкий, удаляюсь. В тех шортах как-то не получилось у меня. А здесь в других штанах более дорогих. Я реально. раб выяснения отношений прав виноват, умный, глупый. То, что инопланетные цивилизации неприемлемые, за это нас презирают. То, что мы понять друг друга-то не можем, как мы их поймем. Александр Кирияцкий, сегодня 16 апреля 2024 года.